Итак, дорогие друзья, а сейчас я расскажу вам, как работает метод остеобаланса. Для того, чтобы понять принцип его работы, мы вначале должны рассмотреть модель Тенсегрити. Что представляет из себя данная модель? В ней мы видим с вами ребра жесткости и гибкие связи. Точно так же устроено наше с вами тело. Где ребрами жесткости являются наши кости, а гибкими связи миофасциальной структуры, в которую входят мышцы, связки, фасции. Какова особенность данной модели? Можно выделить две характеристики. Первая. Модель способна к саморегуляции. Если я деформирую эту модель, то после того, как устраняю силы ее деформирующей, модель приходит в исходное положение. То есть в этой модели заложены принципы саморегуляции. И точно такие же принципы заложены в нашем теле. Вторая характеристика данной модели. Если в какой-то части этой модели возникает критическое напряжение, которое, словно водоворот, стягивает на себя ткани, модель деформируется. И эта же деформация передается остальным частям этой модели. И точно так же устроено наше с вами тело. Если обрезать все миофасциальные гибкие связи в нашем теле, то наше тело будет напоминать скелет из урока анатомии. Будут просто висеть. Форму, напряжение, натянутость нашей системе продают именно эти гибкие связи. И точно так же деформация нашей системы начинается именно от напряжений этих гибких связей. А теперь, дорогие друзья, на примере этой модели мы рассмотрим с вами, что такое сколиоз, кифоз, лордоз и другие искривления нашей костной системы. Если в какой-то части этой модели, как я уже говорил, возникает критическое напряжение, стягивающее на себя все ткани, модель деформируется. И в зависимости от того, в какой части нашего тела возникнет это напряжение, в ту сторону и будет схлопываться наше тело. Если напряжение у нас будет с левой стороны, например, в районе селезенки или поджелудочной железы, тело будет схлопываться в левую сторону. В таком случае у нас приподнимется левая подвздошная кость и опустится левый плечевой сустав. Если же зона напряженности будет у нас с правой стороны тела, в этом случае поднимется правая подвздошная кость и опустится правый плечевой сустав. Как понятно из этого примера, работать с костью в данном случае бесполезно. Сколиоз не уйдет. Работать нужно именно с мягкими тканями нашего тела. Снимая напряжение, тело, как эта модель, снова примет ровное и гармоничное состояние. А теперь, дорогие друзья, мы рассмотрим с вами, что происходит в теле, которое перетерпело сколиотические изменения. Сколиоз является лишь вершиной айсберга. Но, кроме всего прочего, он несет с собой много проблем, связанных с неправильной работой внутренних органов. Рассматривая наше тело как модель Стен Сегрети, мы можем с вами увидеть, что внутри этой системы находится в данном случае пустота. Но в нашем теле пустоты нет. И внутри нашего тела находятся внутренние органы, которые также являются частью этой модели. И, естественно, при искажении этой модели наши внутренние органы будут перетерпевать точно такую же деформацию. В какой-то части нашего тела возникнет напряжение, в какой-то части возникнет, наоборот, растяжение. Если, например, в нашем случае в печени, в районе печени возникла напряженность, печень входит в состояние глубокого напряжения. И, естественно, что трофика в клетках печени нарушается. А с другой стороны, поджелудочная льза и селезенка будут растянуты, что также будут являться причиной их неправильной работы. Кроме того, что деформация системы Стен Сегрети приводит к стилиозу и другим изменениям, также перетерпевают болезненные изменения наши внутренние органы. Внутри нашего тела находятся внутренние органы, которые также являются частью этой системы Стен Сегрети. И в случае искажения органы также будут работать неправильно. То есть в какой-то части нашего тела органы будут находиться в состоянии напряжения, а в какой-то состоянии растянутости. И в том и другом случае функциональность наших органов будет нарушена. Главной причиной зон критического напряжения являются так называемые блоки. Меня часто спрашивают, что такое блок. Блок – это то, с чем работаю я, с чем работает метод костю баланса. Блок является производной глаголы блокировать. То есть понятно, что в этой области что-то заблокировано. И в частности, в месте блока, в месте критического напряжения, заблокировано движение жидкостных средств. Такие как лимфа, венозная кровь, артериальная кровь. Что происходит в месте блока? Первое – нарушается трофика, нарушаются обменные процессы. Ткань недополучает питательных веществ, недополучает кислорода. В свою очередь, нарушение венозного тока приводит к скоплению токсиновой области. Происходит процесс так называемой дегенерации ткани на фоне уменьшенного питания и увеличенной токсикации ткани. Происходит процесс дегенерации клеток. Клетки перетерпевают изменения и нарушается связь клеток с центральной нервной системой. Как известно из учебников по медицине, вегетативная часть нервной системы управляет делением и размножением клеток. Если нервная система не контролирует данное деление, то в этом случае клетки начинают делиться хаотически, не подчиняясь строгим законам нашего тела. И в этом случае мы получаем хаотическое деление клеток внутри нашего тела, то есть самостоятельное сообщество внутри нашего тела. Что это? Это рак. И эти клетки начинают делиться туда, куда им необходимо, чтобы взять больше питания и кислорода. И в этом случае развиваются метастазы. Итак, блок является причиной возникновения опухолевых образований, в том числе злокачественных раковых. Итак, часто пациенты спрашивают меня, что такое блок. И причин возникновения блоков достаточно большое количество. Одна из главных причин – это наше психоэмоциональное напряжение. Как сказал известный психолог Вильгейм Райф, любая эмоция, пережитая нами, никуда не уходит. Она остается в нашем теле в виде мышечного зажима. Таким образом, испытав какой-либо сильный стресс, или постоянно испытывая одну и ту же сильную эмоцию, в определенной части нашего тела возникает напряжение. И это напряжение и вызывает блок, который мешает движению жидкостных средств нашего тела с последующим возникновением серьезных заболеваний нашего тела. Также одной из причин возникновения блока является травма. Также причиной может быть постоперационные спайки, которые также сдают напряжение в той или иной части тела, особенно если это была плоскостная операция. Также причиной может быть вирусное поражение. Также причиной может быть энергетическое поражение. Сглаз, порча, подселение. У каждого из нас есть святое желание быть здоровым, развиваться, быть счастливым, гармоничным. И всегда возникает вопрос, с чего начать. Существует большое количество книг на эту тему, большое количество методик оздоровления. Но невозможно стать здоровым даже при условии правильного питания, занятия физкультурой и спортом, если в нашем теле существуют блоки. Поэтому существует методика 4 кита здоровья. И первый кит, то есть, с чего мы должны с вами начать, найти специалистов стебаланса, проконтролировать свое тело на примет блоков и убрать эти блоки. Убрав блоки, мы полностью устраним сколиоз, мы приведем в порядок свои внутренние органы, мы выровняем свое тело и уже на ровное здоровое тело, мы можем накладывать остальные принципы, такие как физкультура, укрепление тела, правильное питание, режимы с нами, с нами отдыха. Но, если в нашем теле остаются блоки, при условии соблюдения всех остальных принципов, тело наше не сможет быть здоровым. Поэтому, если мы хотим здоровым, быть здоровым и счастливым, первое, с чего необходимо начать, снять блоки с помощью остеобаланса. Всего вам хорошего, здоровья и до новых встреч.